Недописанная биография двух советских летчиков стала страницей истории возвращения имен героев, погибших в сражениях за небо при Балтике в годы Великой Отечественной войны. На кран! Уф! Душного стрелка сержанта Дмитрия Ермоленко. Благодаря найденным документам в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации был опознан и пилот штурмовика, младший лейтенант Владимир Лазарев. Ну, обнаружили, я вам скажу так, местные жители, подсказали нам, поисковикам. Мы пошли на место, осмотрели, убедились, что здесь место падения самолета и решили заняться подъемом. Значит, подъем самолета где-то около месяца занял. После установки имен погибших разыскали родственников. И при содействии министерств обеих стран было принято решение о передаче останков для захоронения погибших на своей родине. Буквально к самой границе из далекого Новосибирска встречать прав своего родственника приехала племенница стрелка-радиста сержанта Дмитрия Ермоленко. Долгая, длинная дорога у ребят домой, на родину. Чувства, а чувства такие, как будто я живого встречаю, а вон все-таки мертвый. Со всеми воинскими почестями геройски погибших сынов Отечества встречали и провожали в последнюю дорогу домой. Городская площадь возле гостиницы «Витязь» в этот день стала местом поклонения советским воинам, отстоявших ценой своей жизни свободу и независимость единого тогда государства, невзирая на смертельный риск и национальную принадлежность. Наши солдаты, каждый из них, кто пал на полях сражений, это герои. Это герои, которые защищали весь мир, а не только свою страну и свою семью. И очень важно, чтобы во всех странах помнили о том, что советский солдат – это солдат-освободитель. И мы должны все сделать для того, чтобы наши дети четко представляли, кто спас мир от коричневой чумы. Вечная память павшим героям! Вечная память и слава! Возвращение справедливой памяти по каждому из пяти миллионов наших дедов и отцов, чьи имена сокрыты за грифом пропавшей без вести, остается делом ныне живущих. И только память не дает покоя, поднимая в строй поисковые отряды. И только честь и совесть людей помогают обрести имена реальным героям, без глянца и пафоса, глядящих на нас, не из переписанных учебников истории, а из нашего общего прошлого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова